МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир больших вестей сменяет программа Вести Ульяновск, студия Ксения Грищенко. Добрый день. Смотрите выпуски. В Ульяновской области убирают поля, темпы высокие, урожайность радует. Обо всём по порядку на примере одного из районов региона. Расскажем через несколько минут. Город растёт, дороги строятся, инфраструктура Ульяновска пополнится новыми проездами. Елена Гончарова увидела, как появляется полотно и пообщалась со строителями. Они раскрывают преступления и помогают восстанавливать справедливость. В день следователя Максим Бажанов изучал сложную работу изнутри. Подробности в выпуске. Уборочная кампания в Ульяновской области наращивает темпы. Всё больше сельхозпредприятий выводят в поля комбайны. И результаты первых дней радуют аграриев. Средняя урожайность зерновых по региону сейчас составляет 34 центнера с гектаром. С ходом страды и перспективами развития населённых пунктов в Ульяновском районе ознакомился губернатор Алексей Русских. Агроферма Тетюшская имеет статус семеноводческого хозяйства. Поэтому уборочную начали с полей, где получают элитные семена. А зимая пшеница «Марафон» дала урожайность в 30 центнеров с гектара. Зерно уже лежит в закромах и ведётся его сортировка. Это элитные семена. Где там тысячу тонн должны быть? Прогнали первичную подработку. После этого они будут прогонять вторичную подработку. Мелочь, дроблённость, зерно не опять оттягать будут. В Тетюшском гордятся, что сохранили животноводческое направление. От одной коровы в год получают по 6 тысяч литров молока. Есть крупные рогатые скоты на откорме. Параллельно уборке зерна сейчас как раз готовят запасы травы на зимний период. Для этого закупили специальный комплекс. Мы это называем производством гранул из люцерны. Это нам позволяет полностью себя обеспечивать необходимыми микроэлементами для кормления скота в зимний стойловый период. Хорошие перспективы в Тетюшском открываются перед местными спортсменами. В этом селе находится одна из лучших школ области по вольной борьбе. Сейчас для ребят строят универсальный спортивный центр. Вот последний результат. Шесть призеров по трём возрастном категории. Осенью обязательно надо будет заехать, посмотреть, как идёт сценировочный процесс. Но сентябрь-октябрь уже, я так думаю, полноценно будет комплекс работать. Этого события в Тетюшском ждали 50 лет. И, наконец-то, спортивный зал откроется. Надеются жители Ульяновского района и на решение других вопросов, которые поставили на встречу с губернатором. На станции Охотничья требуется новый ФАП. В больших ключищах ждут, когда заработает птицефабрика. В Шумовке нужна качественная дорога. Только в этом году более 7,5 миллиардов на области денег выделяется на дороге. И дальше эти суммы будут только увеличиваться. Много нам стоит сделать по благоустройству территории, по организации общественных пространств, по здравоохранению. Чем больше делаешь, тем больше еще, получается, нужно сделать. А будущим первоклассникам глава области вручил портфели. Таким образом, акция «Помоги собраться в школу» добралась до семей Ульяновского района. Дмитрий Емельянов, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Одно обновляют, другое строят. Дорожная инфраструктура Ульяновска пополнится новыми проездами. Два полотна уже почти готовы. Оба в Засвияжском районе областного центра. Где они будут и что их появление даст ульяновцам, расскажет Елена Гончарова. Радуемся жизни. Детям дорогу делаем. Шесть человек, два катка, четыре самосвала и асфальтоукладчик. Работа кипит от зари до зари. Это дорога к новому детскому саду на улице Шигаева. Раньше здесь был узкий проезд, а старое покрытие оставляло желать лучшего. Мы произвели работу земляные, сняли старый щебень, установили буркамни, сделали основание песока и щебень. Сейчас укладываем асфальт. Укладываем асфальт будет в течение одного дня, с 8 до 6 вечера. Приберегите на объем, тоннаж где-то 140 тонн. Асфальта бетонной смеси хватит на все, в том числе на пешеходные тротуары. Дорожники обещают сделать и планировку откосов. Жители окрестных домов довольны. Расширили дорогу намного, расширили дорогу. И я надеюсь, что скоро уже закончится, может через 2-3 дня и все. Молодцы, хорошо сделали. Нравится. И детский садик очень хороший. Это район молодежный, детей очень много здесь. Тем более, наверное, с юго-запада сюда еще будут ходить. Детсад на 160 мест почти готов. Идет отделка и монтаж систем наблюдения. Тем временем за лентой по улице Юго-Западная тоже шумит дорожная техника. Здесь полотно будет еще шире. Новая магистраль свяжет проезд Стартовой и улицу 154-й стрелковой дивизии. Сейчас этап щебеночной подготовки. Протяженность новой дороги вместе с примыкающими участками – 660 метров. Под нее уже заведены инженерные сети, смонтированы ливневки. Осталось соединить их с дождеприемными колодцами. Здесь будет не просто проезд. Рядом, согласно плану, появится инфраструктура, рассчитанная на комфорт и активный отдых. Рядом с дорогой еще будут построены тротуары, велодорожка, освещение наружное. Ну, то есть озеленение в пределах дороги. Вот, ну, как-то так. Планируем, значит, ну, осенью работать и закончить. До окончания всех работ въезд и выезд на данный проезд перекроют примерно на месяц. Необходимо будет соединить новую магистраль с примыкающими к ней трассами. Ответственные лица обещают оповестить автолюбителей и организовать объездные пути заблаговременно. Елена Гончарова, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. До семи лет грозит ульяновцам, которые организовали брачное агентство для незаконных мигрантов. Фиктивные союзы помогали иностранцам получить разрешение на временное проживание на территории России. У ФСБ региона пресекли противоправную деятельность преступной группы. Фигуранты за денежные вознаграждения оказывали услуги по заключению фиктивных браков между гражданами России и иностранцами с целью получения последнего разрешения на временное пребывание на территории Российской Федерации. В результате противоправных действий указанных лиц ряд иностранных граждан получили гражданство России. На основании результатов оперативной разыскной деятельности следственным отделом ФСБ России Пурьяновской области в отношении лиц, организовавших незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан, возбуждено уголовное дело. Они видят то, что не замечают другие. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов следствия. Эти люди всегда одними из первых оказываются на месте преступления и начинают разгадывать его тайны. О сложной и кропотливой работе следователя материал Максима Бажанова. Кейс с гравировкой. Следователь – один из главных атрибутов. Тех, кто приезжает на место преступления первыми. Здесь есть все. От обычных ножниц до экспресс-теста на обнаружение следов крови. Вдобавок к чемодану идут различные электроприборы для поиска биологических следов, металла или скрытых видеокамер. Изобилие арсенала нужно, чтобы точно собрать пазл преступления или найти зацепку. Осмотр места происшествия наиболее важен на первоначальном этапе. То есть уголовное дело, можно сказать, начинается с осмотра места происшествия. Чем качественнее проведен этот осмотр, тем больше у следователей информации о происшествии, тем больше у него возможности смоделировать то, что там произошло. За последние 12 лет они выезжали на место происшествия почти 19 тысяч раз. После сбора вещдоков начинается активная работа. Допросы свидетелей и потерпевших, назначение экспертиз о смотре предметов. При этом график работы не нормирован. Работа следователя очень сложная. В производстве следователя может находиться от 5 до 10 уголовных дел, по которым одновременно необходимо проводить комплекс следственных действий. Несмотря на колоссальную нагрузку по статистике, за те же последние 12 лет больше половины уголовных дел следователя раскрыли. Из них 465 преступлений прошлых лет. Эти дела считаются самыми сложными. Время замывая следы, доказать вину преступника становится с каждым годом сложнее. Все они практически связаны с отсутствием должного количества доказательств, либо отсутствием вообще доказательств в целом. И поэтому кропотливая работа, усидчивость, может быть, позволяет следователю найти ту самую зацепку, после которой дело можно считать раскрытым. Благодаря такой работе, например, было завершено расследование громкого убийства 11-летней школьницы Оли Сазоновой. 36 лет назад мужчина обманом заманил девочку к себе домой, где несколько дней насиловала ее, а затем задушил, расчленил тело и спрятал по мусорным контейнерам домов в разных районах Ульяновска. После тысячи допросов и более 300 экспертиз, следователям все-таки удалось выделить ДНК преступника. Он спустя двое суток после того, как у него были получены образцы для страны, он покрыт уже самоубийством. Как я полагаю, Клопаков даже больше не нас боялся, он боялся, наверное, общественного осуждения, потому что страшнее преступления в нашем регионе, я считаю, что не было. Надо отметить, для каждого исследователя раскрытие дел – это уже не просто служебные обязанности, это нечто большее – образ жизни и долг перед своими близкими, земляками и родиной. Максим Бажанов, Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Это «Вести. Ульяновск». Мы продолжаем. Поделиться опытом с коллегами по IT в максимально расслабленной обстановке, завести полезные знакомства, выступить со своим докладом или послушать приглашенных IT-звезд России и ближнего зарубежья. В Страмайнском районе в эти выходные прошел крупнейший IT-фестиваль «Улкэмп». Перезагрузка после четырех лет ковидных ограничений состоялась. Мероприятие собрало больше полутора тысяч участников. На пляжный отдых съехались специалисты со всей России и даже из-за рубежа. Палаточный лагерь развернулся на берегу Волги и на территории одной из баз отдыха в живописном Старомайнском районе. Каждый раз гостями с лета становятся эксперты в IT-отрасли, которые готовы поделиться знаниями, обсудить волнующие темы, ответить на разные вопросы. В формате отдыха на природе айтишники и их друзья смогли заслушать несколько десятков полезных докладов от известных спикеров, поучаствовать в мастер-классах, послушать живую музыку, поуправлять парусной яхтой и заняться физкультурой. Соревнования прошли по разным видам спорта – на суше и воде. Фестиваль «Улкэмп» проводится в регионе в десятый раз. Если есть идея, поддержка найдется. В этом году в регионе выделено почти 580 миллионов рублей на оформление социальных контрактов. Средства выделяют на поиск работы, открытие своего дела, развитие подсобного хозяйства или преодоление сложной жизненной ситуации. С начала года помощь получили уже 1200 человек. Мы призываем всех граждан, у которых действительно есть трудности с заработком, либо есть очень много людей, которые обращаются именно… Вот есть свое дело, они уже делают определенные поделки, пекут торты, вяжут, шьют. Очень много направлений сейчас. Кожевина, искусство очень развивается. У нас даже есть ковка, открытие слесарных, столярных мастерских, автомастерских. То есть очень много направлений, по которым можно написать бизнес-план и получить 350 тысяч на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Наталья Яшина заключила соцконтракт в прошлом году. Сперва повысила квалификацию, а позже приобрела оборудование. Теперь кабинет ногтевого сервиса в поселке Силикатный в Сенгелеевском районе по оснащению может составить конкуренцию популярным городским салонам. Все, что вы видите, все это приобрела. Вот это вот все, и пятикерное кресло, и это тумба, стол, лампы. Все для комфорта клиента и для себя. Поток клиентов очень большой, особенно летом, потому что приезжают в гости, дети, внучки приходят. А так в основном основные клиенты уже по стояшке. В день Наталья принимает и по шесть клиентов. Ногтевым сервисом занимается аж с 2007 года. Сначала обучалась самостоятельно, но постепенно на стенах кабинета появлялось все больше сертификатов. Наталья, я работаю, наверное, уже в течение лет десяти, если не больше. Почему выбираю ее? Я привыкла доверять профессионалам. Наталья – это профессионал, не только по моему мнению. Потом это еще и тонкий психолог, с которым можно на все-все-все темы поговорить. Заключить контракт можно в отделении соцзащиты по месту жительства, либо обратиться в контакт-центр по адресу улицы Карл Маркса, 19. Представители Ульяновской области готовятся принять участие в окружном этапе военно-патриотических состязаний «Гвардейц». Это соревнования для юно-армейцев. Тренировки серьезные. В настоящее время ребята проходят подготовку в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в Ульяновском районе. Главной убор отделей сделал шаг вперед и выдох. Правильно надевать противогаз, метко стрелять, собирать и разбирать оружие. Это лишь часть задач, которые входят в программу заданий на «Гвардейцы». Впрочем, ребятам объяснять нюансы особо не нужно. Все они члены юно-армии и прошли районные стадии отбора. Ребята приехали сюда с желаниями, и они готовы участвовать в таких соревнованиях не только на нашем уровне региональном, но и на федеральном. А еще придется определять сильнейших в игровых видах спорта, участвовать в творческих и интеллектуальных конкурсах. Программа игры весьма насыщенная. Военно-патриотический гвардейец стартует в августе в Пензенской области. У меня друг сюда в прошлом году ездил. Рассказал мне, что да как. Ну, я тоже это решил попробовать. Подготовка здесь серьезная. У нас каждый день расписано, можно сказать, по часам. Вот. С утра пробежка три километра. В минувшем году на аналогичных состязаниях ульяновская команда выступила не лучшим образом, оказавшись в числе аутсайдеров. В 2023-м рассчитывают на совершенно иной результат. Подобная подготовка должна помочь. В Пензу отправится команда из 20 участников. Все-таки спорт такой момент, что всегда может кто-то выступить, кто-то лучше, кто-то хуже. У кого-то может быть самочувствие в данный день плохое. Этого не предсказать, поэтому... Ну, надеемся, что результаты будут хорошие в этом году. Соревнования завершатся в августе, но и после этого центр «Авангард» в Ульяновском районе пустовать не будет и не поменяет своей направленности. Здесь будут проходить военные сборы для десятиклассников всех. Десятиклассников Ульяновской области для нас это важно. Поэтому здесь создаются такие условия, где как раз дети будут проходить, наши подростки, такую мини-военную службу. Занятие по начальной военной подготовке для старшеклассников планируют начать в октябре. Само собой, при определении продолжительности и самих планов профильное министерство будет учитывать нагрузки, состояние здоровья подростков, а также насыщенную школьную программу. Ведь уровень готовности среднего школьника явно ниже, чем у ребят, целенаправленно готовящихся к военно-патриотической игре. Игорь Кранцев, Юрий Давыдов. Весть Ульяновск. Из Ульяновского района. Экскурсия по Нижнему Новгороду, не выезжая из Ульяновска. Фотографы из столицы Поволжья приехали в гости, чтобы познакомиться с современной нижнеджегородской архитектурой. Проект получил название «Окно в постмодернизм». В доме ателье архитектора Левчика собрали два десятка лучших работ. Это победители фотокросса, который проводился при поддержке Союза архитекторов России. В нем участвовали и профессиональные архитекторы, и фотографы-любители. Им было выдано задание на съемку либо серии фотографий, либо лучшей фотографии объектов постмодернизма, построенных в Нижнем Новгороде в определенный период. Это с 1990 по начало 2000 года. В фотокроссе участвовали заявку более 60 человек. Прислали работы более 40 человек. И из почти 100 работ мы выбрали 24 лучших фотографии, которые возим по регионам России. Эта выставка была уже в Самаре, в Чебоксарах, и вот сейчас она в Ульяновске. Мы очень рады, что дом Левчика нас принял. Почему объекты Нижегородской архитектурной школы считаются феноменом общероссийского масштаба, вы узнаете на выставке в доме-ателье Федора Левчика до 10 августа. Вход свободный. На этом выпуск программы «Вести Ульяновск» подошел к концу. Всего доброго. Грандиозная распродажа Ивановского текстиля в Ульяновске. Огромный выбор. Низкие цены. Одеяло от 700 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенце от 60 рублей. С 19 июля по 6 августа. ТЦ «Спартак». Минаева, 11. Сейчас в Ульяновске 26 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%. Ветер западный 5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова